шапива думать вас молодец так ну ладно давайте начнем потихоньку так вот значит разумеется мы здесь собрались чтобы как-то отметить 20-летие нашего проекта вот но я не знаю может быть кто нибудь потом расскажет до чего это все начиналось откуда мы пришли и куда идем на счет долг долгих лет жизнь доклад называется как раз для такого случая 20 лет карты нет вот встретимся встретимся еще через 20 лет на самом деле конечно речь пойдет вот и генерализация вот мы это увидим еще раз напомню какой чему я могу говорить значит об этом значит мой ник вас москир что я редактирую осма с 2009 года в отличие от многих вот я пришел не с велосипеда с автомобиля потому что яндекс навигатора тогда не было в принципе мы об сми и осман то появились как бы намного позже значит на заре рос моя занимался конвертацией в навигационные программы которые тогда были и все теги ты гисрус по моему вообще один из первых навигатор вот кроме того я придумал рисовать гаражи land use garages это вот мой мой тег но еще у меня еще меня больше постов на форуме чем правах да это видимо немножко намекает на то что я отошел от активного маппинга там к чему-то другому вот значит о чем мы сегодня будем разговаривать вот я посмотрел вчера что вот в осм больше 10 миллиардов объектов точек линий полигонов и отношений тем не менее если мы зайдем на главную страницу мы вот видим что она в сущности совершенно пустая и если присмотреться этого даже не осм а как вы думаете почему так причем нет у него смог много мелких объектов а то геометрии которые можно показывать на обзорных масштабах ее вас просто нет поэтому никто ничего и не может нарисовать чем продолжается уже как бы вот не один год если мы даже немножко приблизим там на 2 3 4 зум там карта все равно пустая и вот поэтому многие считают что осм как бы пустое ничего в нем нет вообще его бояться высший сорт абсолютно пустая карта конечно потому что они вот в немножко другом дата сети то есть это на самом деле не осм а ничерал ос ничерал ос который отрисован вручную вот а данный осм на такие масштабы не проходит причем даже яндекс да даже яндекс уже выглядит не так на обзорных масштабах он там боль такой красивый хотя и довольно глупо ну как бы речь не ням если мы на нормальную карту посмотрим да причем вот эта карта традиционной картографии если внимательно присмотреться видно что она как бы вообще новая вот но тем не менее что-то на ней видно то есть на ней рельеф виден значит видим что восточный сибирь такая болотистая реки подписаны вот но как бы 8 по крайней мере стандартном рендере никто вот до этого пока дорасти не мог она там тоже ручной а вот мы сейчас увидим что вот есть 8 безусловно рельеф нет смотри рельеф хорошо ответ на вопрос почему не взять рельеф рельеф есть и даже в разных вариантах как рельеф и как градиент и даже вот более-менее что ты кстати вот open top map этот рельеф даже используют вот велосипедисты должны знать да потому что для велосипедиста вот эти вот горки это вот какая-то важная очень да именно именно вот еще можно увидеть например что надписи более менее не то что не аккуратно а то что они для рек понятно да надпись идет вдоль русла это мапник умеет значит вот надпись и морей вдоль их формы мапник не умеет наверное никогда не будет вот значит вокруг чего все это крутится то есть вот это вот крутится как вот я себя помню 15 лет вот вокруг картографической генерализации картографическая генерализация которая вот позволяет сделать хотя бы такое это вот отбор и обобщение на отборы обобщение вот тех объектов которые ты показываешь на карте исходя из ее масштаба и возможная тема да если карта вот тематически а мапник него что такое не он не умеет потому что мапник это вот то что мы видим на первой странице страница осмы стандартный стиль и технология которая за ним стоит вот почему собственно так происходит значит но проблема здесь ну на самом деле по крайней мере две три то есть во первых осмы тяготеет ми промо к микромаппингу то есть хотя вот объекты в чуть ли не миллиарды они все мелкие причем и поэтому не прокатывает идея выбирать допустим крупные объекты я бы хотел выбрать какие-то крупные объекты их показать с озерами это прокатывает по большей части хотя и не всегда вот потому что они тоже нарисованы иногда какими-то фрагментами а леса например нарисованы фрагментами и многие считают что это как бы правильно то есть если в лесу просека то вот полигоны дробятся они как бы мелко поэтому их нельзя отобрать по размеру более того невозможно отобрать и не населенные пункты не горы по размеру и высоте почему так потому что вот сам по себе население кого-то населенного пункта ни о чем не говорит оно должно должно учитываться где этот населенный пункт находится а по населению в лучшем случае можно выбирать до размер кружка которым он на эту карту ставится ну и то же самое с горами что-то какой здесь вот какое решение этой проблемы что должна рассчитываться некая важность некая важность для точных объектов а для полигональных объектов должна делаться разумеется снова геометра вот но и мы сейчас посмотрим в двух словах как это можно сделать что вот например мне пришло на на помощь вот такая совершенно замечательная вещь никак не связанная вот свой сам а связаны скорее с убером они там когда делали вот этот сервис такси придумали разбиение всей нашей планеты на гексагональные кусочки на гексагональные такие фрагменты вот эта сетка она покрывает всю землю причем на разных масштабах также как вас металл вот ее основное достоинство какое что может быть она космы не очень хорошо подходит потому что они там старались чтобы гексы были равны по площади а на проекте меркатора которую мы все так любим ну и ненавидим одновременно да они вовсе и не равны как бы были в россии они больше в африке в африке меньше тем не менее вот эта сетка она уже стандартизовалась для нее есть библиотеки навсюду поддерживается в питоне в кугисе и что вот для меня было важно в пастгисе вот соответственно когда мы разделили всю планету на ячейки определенного размера можно сделать совершенно простейшую вещь выбрать населенные пункты из данного гекса и например на карте показать определенное количество этих населенных пунктов например вот на данном скрине вот мы видим по моему 6 штук то есть как в каждом гексе показывается 6 самых важных городов и таким образом населенные пункты в европейской части они как бы вот отодвигаются даже небольшие города на дальнем востоке или единственные города в сибири на северах они поднимаются вот я написал на блоге там 8 что я за это рассчитывал как бы на золотые памятники при жизни вот мне наши зарубежные товарищи написали что это уже у всех есть и плагинчик есть вот в кугис который это может делать вот но автором мапника все это неинтересно мы посмотрим чем это правило дальше значит вот дальше вот с горами с горами такой вот элементарный фокус он не не проходит почему потому что вот например из-за чего альпинисты все время ругаются да и там друг другу отказывать там каких-то рекордах потому что вот эти пики горные их много и часто они рядом тому в ареста несколько вершин там у эльбруса там несколько вершин это борт я вот зашел на верест города ты там в тумане заблудился и вот на какую-то вот другую вершину поднялся соответственно даже если мы выберем в гексе определенное количество самых высоких точек то мы красивый карт не получим вот соответственно вот здесь приходит другая вот идея не знаю насколько она простая или сложная она называется топографическая изоляция чтобы определить важность вот это вот вершины надо найти расстояние вот данной вершины до большей до больше и это вот сразу решает вот проблему вот этих вот пик опыль бруса поскольку вот эти вторичные как бы пик или младшие пики они находятся рядом с главной вершиной то расстояние от нее до больше она совсем маленькая и они как бы теряют теряют важность а если это наиболее высокая точка в какой-то большой окрестности как вот шапка валда это же самое вот то она эту важность получает соответственно вот мы получаем что-то вот тип такого я не знаю насколько вам хорошо видно или не очень вот здесь интересно следующее что здесь нашлось место не только вот эльбрусу да вот здесь вот эльбрус вот не только вот эвереста где у нас эверест вот на северест восемь восемьсот вот и горе фудзи вот но даже вот нашлось место шапки валдая не знаю почему она в английской википедии носит такое название вот и нашлась даже вот самая смешная вещь которая меня порадовала потому что когда я как раз находился в минске гора дзержинская вот но что это такое 300 холмик такой 345 метров самая высокая точка точка беларуси да такой небольшой холмик и где-то вот рядом уже находится манблан и этно что особенно приятно потому что вот на глобусе который мне вам подарила вот когда я в первый класс пошел вот как раз этно и везувий на карте бы теперь я еще более как бы вот интересный вопрос как бы нам так сделать новую геометрию для лесов скажется их надо как-то с друг с другом объединить я вот долго значит вот с этим возился ничего такого путного у меня из этого долго не получалось я пришел к совершенно простейшему алгоритму что вот если мы возьмем все полигональные объекты которые в данном гексе объединим их вот по по типу по типу вот ну леса с лесами город там районы с районами поля с полями то мы просто для каждого гекса можем найти вот наиболее типичный наиболее типичный объект данным гексе вот я взял шести шести километровые гексы и вот очень интересно получилось вот давайте я вам это покажу когда вот это все прорендерилось и вот мы наконец увидели что у нас вот есть восемь но понятное справа цвета нарочит такие яркие вот но по крайней мере вот мы увидели увидим леса увидим поля значит увидим пустыни и самое интересное вот даже вот виноградник значит вот поскольку я не смог добиться ничего от наших западных партнеров пришлось вот сделать как бы вот свою карту свою карту давайте я вам сейчас и я покажу 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 значит ну что вот на нее попало на нее попали значит вот города на нее попали вот горы горные пики они здесь немножко вытеснены потому что их вытесняют собственно города и полигональные объекты которые соответствуют покрытию земли покрытия традиционной картографе такого нет говорят скорее раститель на почвенных каких-то вот слоях вот но тем не менее вот если мы приблизим мы вот увидим что вот увидим урб урбанизованные зоны москву вот увидим все а нет увидим значит вот более более вот этот вот цвет это поля поля то есть мы видим вот сельскохозяйственную такую область удивительно вот прорезалась владимирское поле владимирское поле там где-то на север от владимира суздаль говорила в посад юрьев польской что это такое это вот традиционный природный регион где почва более плодородная и там была не лесная не лесная а лесостепная область сейчас она практически полностью распахана вот на владимирское поле да владимирское поле вот а желтые что где желтые желтые пустыни значит что вот мы видим чего вот мы на осмовской карте не видим никогда то есть вот мы например можем увидеть болото такие выпуклые да такие топкие топкие болото и кроме того еще торфоразработки которых вот в европейской части России они как бы тоже тоже встречаются что мы еще можем увидеть можем увидеть что вот Смоленска так до сих пор не дорисован ну не будем ну вот собственно Смоленска вот всякие вот места причем он работает по следующему принципу то есть вот если хотя бы отрисован 1% площади Гекса ну то есть вот максимальная максимально характерный Land Use или Natural занимает хотя бы 1% площади Гекса то он принимается принимается потому что кажется что для типизации этого достаточно для урбанистических для ну жилых промышленных торговых ну в общем городских кварталов там отсечка в 10% чтобы в Африке не было много там каких-то вот урбанизованных зон потому что он только населенные пункты нарисовал а белое это вообще ничего нет причем нет как бы ничего совсем все вот срочно едут вот маппить Смоленска в Великие Луки еще почему-то вот мы ездили что мы там делали что мы там тогда делали не дорисовали не дорисовали по спутнику значит давайте еще вам что покажем да она доступна вот в интернете OpenLandCoverMap можно зайти посмотреть и можно кому интересно наверное да не сейчас прям не сейчас прям вот что очень жутко выглядит поэтому береговая линия береговая линия но прежде чем дело вот то прежде чем дело я вот тогда сделал так то есть можно попробовать сделать и море такое шестьюгольное но прежде чем тогда совсем напоминает вот компьютерную игру то что вот здесь вот на таком вот зуме мы не видим этих вот гексов но береговая линия изначально она уже генерализирована для этого масштаба а на каких-то других масштабах ну вот здесь вот отсечка да то есть вот если мы приблизимся красные это перебор нет красные это города это города я думаю там ну их зеленые ну если вот вот есть вот вот в которых нет цветовой слепоты то я помню вот приветствую на эту тему сделать более и более смысловый рассвет я вам покажу анекдотическую карту Франции значит видно нет это не пустыня это во-во-во-во значит ну что такое анекдотическая карта Франции ну что во Франции есть такое хорошее есть Париж Париж на Мефелева башня это такая большой заметной урбанизованной зоны дальше вот мы видим вот такие вот такие вот желтенькие с вертикальными палочками кто догадается что это и это вот это с палочками это виноградники это виноградники то есть вот это вот шампань шампань она вот прорезалась дальше вот если мы посмотрим да то мы увидим бордо бордо так а коньяк коньяк да покажи Крым тогда сейчас покажу сейчас покажу Крым подожди и вот лангедок орангедок оруссильон каркасон я даже вот его знаю вот то есть ну что здесь интересно интересно что вот например как бы виноградник это особый тип ландшафта который ну вот отображается вот теперь давайте может быть в двух словах там Крым я вам покажу раз просили что вот здесь вот видно что вот здесь вот видно хорошо да что и виноградники тоже есть и более того совершенно четкое вот отличие степного Крыма который сейчас скорее полевой да вот горного да вот где там горы покрытые лесом и шумные волны морские вот соответственно черный где сверху вот то что неизвестно что какие-то выбросы выбросы того чего он не знает можно потом будет буквально так да в каком смысле нет увы нет это отрендерено она как бы вот растровый то значит что еще здесь добавить вот почему вот например большая часть вот давайте вот так вот посмотрим не могу вот так сделать жестко ну ладно но более-менее видно что сервера наши не отрисованы вообще никак где-то вот там очень вот ну вот это вот это вот это вот это вот каменистые пустыни там курум курум которые вот отмечены а больше здесь вот ничего не отмечено то что для полярных вот этих пустынь нету даже тегов более того вот например значит вот Казахстан не отрисован Монголия не отрисована ну почему потому что для степей тоже нет нет тегов нет тегов и никто вот этим вот не заморачивался если мы вот в целом в целом посмотрим так ну мы увидим что в общем-то хорошо Европа отрисована и осм это скорее карта Европы где вот ну и как бы вот Россия Россия является Европа да европейская часть России она что сейчас будет вам потенциальный противник Америка нарисована совсем по-другому вернее ну вот ну вот как большая часть России причем а потому что это вот канадский импорт это вот знаменитый канадский импорт вот тоже на заре на заре осма вот канадцы импортировали какие-то государственно открытые данные ну и поэтому видно видите ну это леса дома они по-моему дома не-не-не ну посмотри сам тигр да безусловно в данном случае речь идет не сколько о США сколько о Канаде вот интересно привыкли немного как фабрики порезали что вам еще показать вот вот это пустыня австралийская вот это там вот мы видим что Австралия на 56% потрясована вот это вот один большой полигон один большой полигон вот и все как часто его ломают думаю что часто причем ну вот Австралия Южная ну то есть Новая Зеландия почему нарисовано хорошо вот можно там с кем пообщаться а на туристической спросите я думаю что она просто более плодородная более такая обжитая вот а возвращаясь к нашему богоспасаемому отечеству вот видно что отлично отрисованы вот Сахалин и Приморский край я даже вот знаю человека который который вот его там рисовал вот так что возможности значит для приложения сил кому значит нечего совершенно рисовать ну вот пожалуйста ну это после Смоленчика да 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 Сибирь Дальний Восток вот Колыма там где-то и так далее давайте еще несколько слайдов покажу а потом отправлю это в чат а ну еще раз вот такой вот небольшой проектик то есть вот можно скачать по крайней мере геометрию в шейпах и использовать ее вот например в Кугисе и кому Кугис ближе к сердцу так такой вопрос это по натурал да тегу идет идет по двум тегам по тегу натурал и по тегу land use а сколько никто разница между ними так и не да причем вот к счастью смотри причем к счастью ну давай статистику посмотрим так use вот сюда вот если я нажму нет это мы видели с вами нам надо вот сюда нажать вот здесь вот можно посмотреть какие теги вот берутся и как они кстати вот объединяются например вот тот красный это вот городские ландшафты они здесь все объединились residential industrial harbour commercial их много причем вот как выяснилось что и кладбище тоже вот отдельный тип ландшафта ландшафта который вот часто бывает большой и как бы заметный заметный на 6-километровом да на 6-километровом гексах ну почему не потому что это как бы правда а потому что очень часто просто что отрисовано ну потому что смотри потому что те леса рисовать лениво значит вот дороги ты отрисовал линиями а кладбище ты отрисовал полигоном при таком начальном начальном маппинге еще участке есть вопрос был какой-то пропозел на как раз тег ландкавер ты не смотрел есть есть много немного было кого пропозел нет именно на ландкавер что-то по-моему было такое вопрос по использованию этого пропозала в базе был ответ следующий то есть было то ли два то ли три пропозала ландкавер они как бы все достаточно абсурдны никаких реальных проблем они не решают и в базе их ну очень мало очень мало поэтому здесь их даже не было никакого смысла смысл использовать вот что я здесь хотел показать значит роща отдельный вид ландшафта вот ну опять-таки виноградники так значит дальше Авериск Авериск нет он там есть какой-то тип не ладно спрашивали спрашивали отвечаем то есть вот если ты посмотришь вот на посмотришь вот смотри на карту Великобритании ты вот здесь вот увидишь что у тебя вот Уэльс отличается и Шотландия вот тоже где-то отличается от Англии вот именно типами вот этих вот лугов и там у них даже есть какой-то свой национальный английский тег на вот этот на эти самые вересковые луга еще кстати было смешно что вот как бы natural wood land use forest значит ну здесь они разумеется просто объединяются потому что для этих целей просто одно и то же никакой разницы между ними хоть тресни не увидишь а еще к нему прибавили land use forest я вот долго пытался понять вот что это такое почему в той же самой Англии потому что вот они это пытались решить вот этим самым land use forest вы знаете forest это лесничество это территория которая управляется лесничеством и оно все равно лесничество если там лес вот сто лет назад вырубили вот практически вот если кто помнит как вот ведьмаке про голову там с этими дрядами которые воюют вот завод свой лес хотя деревьев там нет уже вот ну много много лет так давайте чтобы вас forestry это вот что что придется да юридический лес там граница может вот значит вот статистика статистика то есть вот еще раз просто вот мы видим что Европа нарисована на 100% наша страна на 29% а Соединенные Штаты и Канада вот на 24% вот в сущности да так ну ладно про тег для степей я рассказал поэтому вот Казахстан пустопорожный вот ну немножко расскажу в двух словах про то что пришлось как бы для этого сделать то есть вот был закуплен на Алике значит вот Зион 14 ядер 28 потоков вот и пришлось а и туда удалось насовать 224 гигабайта памяти потому что вместо последней как бы планки китайцы вместо 32 прислали 16 поэтому вот такая вот смешная цифра 224 гига то есть зачем это было нужно чтобы осм.тол.пг.sql которым база импортируется она вот таки таки заработала вот ну сейчас этот комп а да и пришлось главное поставить пришлось поставить на него Ubuntu потому что весь да вот этот стек он под Ubuntu значит я поскольку я не являюсь линуксоидом и даже вот таким весьма относительным сторонником свободного софта и вообще против уравнивания свободного софта и как бы вот этих вот линуксов то есть это вот был какой-то ад вот я на это два месяца потратил прежде чем удалось вот понять что там к чему вот ну кому интересно здесь вот используется постгис в сочетании с постгресса используется вот эта библиотека H3 для гексагональной сетки используется осмотопг SQL на джаве на джаве как так как так это правда что ли да да я не хочу рассказать отлично да ну ладно может быть я что-то с чем-то перепутал хотя вот ладно ладно со смойцем да вот и доморощенный осмойц кстати не используется используется вот доморощенные SQL script для того чтобы делать все это агрегацию и все это формировать и вот используется tile mill для генерации вот файла что такое tile mill то есть он лепит вот эти вот tile и собирает их в один такой большой файл из которого прямо PHP скрипт имеет эти tile показы потому что совладает со всем вот этим мапниковским вообще совершенно другое хотел сделать на самом деле когда все это начинало я вот собирался сделать вот фальшивые спутниковые спутниковые снимки как бы нагенерить из осмданных чтобы их там заправлять как бы в explain но ушел куда-то вот слишком слишком далеко но это уже сделали кому? по-моему на прошлой неделе был где нейронная сеть по данным генерирует спутников с ним который бы выглядел так как из чего из осма ну там майоносы подсумывали ну а в принципе любую геометрию может подсумывать обучались скорее на усы не понимаешь в чем дело то есть тоже вопрос как бы где то есть учитывая вот этот вот характер да то есть вот он здесь вот наверное сделает неплохие спутниковые снимки спутниковые снимки достаточно высокого разрешения они в уровне земли хорошо ладно если я посмотрю я рад услышать что это сделал слава богу то есть мне мне этим заниматься не надо очень очень хорошо вот такие вот собственно вот дела спасибо всем большое за внимание вот ссылку на проект я отправлю в телеграм и как бы на гитхаб если кому интересно тоже можно можно посмотреть там вот были гексагоны так у тебя на подтяжку гексагоны и на второй гексагон ну не думаю это вот наша наша тайна значит вот тайные знаки по которым можно определять сторонников H3 смотри ответ такой совершенно как бы незачем то есть если бы любая любая другая сетка она бы тоже прокатила значит может быть надо было сделать более аккуратно сетка если она еще была бы равноплощадная в меркаторе от нее было бы может быть даже более более аккуратно но это надо городить самому а для постгиса есть замечательный плагинчик который вот это генерит сам поэтому не ну смотри еще раз то есть вот на глобусе они одинаковые давай покажи еще раз ну еще раз смотри то есть вот эти вот гексы эта вот сетка она была построена чтобы они имели более-менее одинаковую площадь в реальности в квадратных метрах ну понимаешь понятно что нет нельзя замастить как бы правильными шестиугольниками сферу где-то они там вот подтянуты чуть-чуть вот вот ну еще раз вот здесь вот я показывал то есть когда мы их на меркаторе смотрим ну они уже не равноплощадные но тут очень наглядная демонстрация что такое меркатор абсолютно да абсолютно это другая идея вот сделать как бы карту не карту просто какую-то в проекции пирса сделать ну где как с квадратным кто не знает это как бы проекция с квадратным экватором вот но если я победил мапник ну наверное это вот можно будет этим тоже похвастать может быть на следующем двадцатилетии да на сорокалетие вот ты же победил умерший тайлмилл а он не умер он прекрасно он прекрасно работает там ты фишка нет не здесь это у линуксоидов нет смотри у линуксоидов значит у нас у виндузиатников если вот программа значит была там скомпилирована значит сорок лет назад сегодня она по крайней мере в доксбоксе замечательно работает вот а там если она умерла значит умерла ты его ни хрена не соберешь потому что исходный код есть а окружение куда-то вот пошло в другую сторону вот в интернете версии осенка пгс я попробую сделать на зеленый пункт так после того как ты импортируешь все данные дальше ты запускаешь эту экспериментальную функцию где ты говоришь какое значение у тебя будет вот ну ключевым так он генерирует два поля одно поле я не понимаю что такое а второе поле говорит расстояние до следующей большой до большего для Москвы это будет 0 а для Петербурга это будет расстояние до Москвы и так они друг по другу бегут ты когда рендеришь ты говоришь так вот отрезаю все что слишком низко ну грубо говоря все что ближе 50 метров она по сути может сделать кластер всех населенных пунктов все что хочешь какой пункт к чему привет нет у которого пункт старше то есть ну грубо говоря это вот район а вокруг района мелкие села и ты говоришь все что ближе допустим 50 километров я не буду показываться а все что дальше ты выводишь и на карте это более-менее смотрится правда с дорогами у нас получается фигня у тебя населенный пункт есть абсолютно а транка мимо него нет это же для точки это же для точки но они же связаны у тебя на крупном варштайне получается что населенный пункт есть а дороги нет ну к дорогам на то сколько так напрямую не привязывается так о чем мы речь смотрю о чем мы речь у тебя получилась красивая карта ты выбираешь и дороги то есть и населенные пункты какие-то и дороги между ними ну вот мне пришлось типа ты населенный пункт и вокруг него строишь буфер чтобы найти а дорога есть а есть а там ее пока а второй вариант не вариант вторая проблема я только говорил где вот лес рисует 10 на 10 квадратных метров и его типом большого теперь не видно тоже ввели вторую беспритальную функцию где он сначала рендерит все мелкие объекты в пиксель а потом пиксели визе это викторизует и дает тебе грубо говоря новый слой который ты на 8 зубе можешь показать и там будет красивый лес он там даже не сколько его растеризует он там буфер делает то есть вот этот алгоритм когда ты вот берешь эти вот они должны объединяться да ну это похоже это похоже алгоритм ну хорошо то есть ну здесь все можно запускать на свой маркет проживание ты понимаешь они экспериментальны эти функции понимаешь здесь вот я с тобой согласен надеюсь что да надеюсь что так и будет что они это там доведут до какого-то посмотрят вот есть чувак и мальчиков я не знаю да я знаю да он экспериментирует и в сайте пишет про всякие какие фичи он смотрит он мне и написал что золотой памятник мне за это не достанется я там не первый вот процент вот еще раз да я согласен с этим надеюсь что это будет как бы в пг SQL и даже может быть вот на главной на главной странице она вот не будет такая такая позорно пустая нет смотри ну здесь имеется вот следующее да ну понимаешь в чем дело это отличие гор или отличие рельефа да отличие рельефа от населенных пунктов что вот эти отметки высоты даже не обязательно вершины понимаешь что ты идешь вот по этой самой по тропе своей по горной и какие-то отметки отмечаешь чтобы у тебя был как бы вот этот профиль причем вот а у тебя там может быть вершина дальше у тебя перевал какой-то или там седловая точка седловая точка какая-то вот а сам алгоритм говорит следующее что тебе нужно вот найти расстояние от данной точки до ну по крайней мере больше хотя бы чуть-чуть не обязательно до вершины так что вот здесь до шестерки от пятерки до шестерки в общем дело вот здесь вот как бы линия ты можешь брать как бы любые точки восемь просто у тебя точки вот этих пиков ну и что там чего-то или вообще можно было выбрать точки отметок эля эля это не обязательно вершина хоть что может быть да вот такие дела но вот ты брал natural earth там есть данные про моря и про горные вершины чтобы на глобальной карте рисовать еще раз скажи брал natural а natural earth нет смотри natural earth давай еще раз может быть странно может быть вот неправильное неправильное слайдшоп смотри то цветные данные из осм населенные пункты из осм горы тоже из осм а из nature у нас только береговая линия чтобы вот не возиться я вообще ты смотрел этот набор данных так там есть данные про моря и горные хребты есть есть ну как географически рисуют кавказский а ты про это есть есть там есть растры там есть растры ну то есть есть растры рельефы есть отдельно как бы пики нет я не проявляю пик а именно чтобы нахуй 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 чтобы не прекратили есть есть спасибо давайте может быть перерыв давайте да перерыв спасибо перерыв и попиться учетимся следующий прием